Добрый день дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и Шитьё. В продолжении темы качелей, сегодня мы говорим о большом размере. О большом размере, причем не просто о большом размере, а о большом размере с хорошими развитыми грудными железами. Очень часто в таких случаях у нас появляется большой баланс. Что такое баланс? Это разница между длиной переда и длиной спинки. И иногда эта разница, если в обычной осанке она составляет 3-3,5 см, 2-2,5 см, то у некоторых фигур она доходит до 10-11-12 см. И тогда раствор нагрудной выточки мы вынуждены с вами увеличивать. Вы знаете, что главным критерием хорошей выкройки у нас является правильная пройма, когда передняя точка P1 ниже, чем задняя точка P2 на 1,5-2-3 см. Ну а если у вас очень коротенькая спинка и баланс при этом большой, то вы вынуждены увеличивать раствор нагрудной выточки. Так вот, сегодня мы разберем такую ситуацию, когда раствор нагрудной выточки значительно больше, чем обычный. Вот здесь у меня 17 см. Я делаю дополнительную выточку, потому что мне нужно опустить вот эту точку P1. Вот посмотрите, как она у меня опускается. Вот так я ее поворачиваю. Я сделала большой-большой раствор нагрудной, преувеличила вот этот самый раствор нагрудной выточки. Как бы работаю с перегибистой фигуркой. И теперь с фигурой, с такой, с очень перегибистой осанкой, мне опустила вот эту точку P1 очень низко. Итак, в чем еще сегодня сложность нашей задачи? Я хочу сделать такую выкройку, чтобы у меня был задан вырез горловинки. То есть, при такой большой выточке, если мы обычным способом бы строили с вами качели, вы знаете это из предыдущих уроков, да? То у нас длина выреза горловины была бы 32 см. 32 см это очень глубоко. Я хочу, чтобы у меня было 25 см. Только. Я хочу, чтобы этот вырез был 25 см. Еще я хочу, чтобы он был построен на основе лодочки. На основе лодочки. Значит, я должна длину плеча со стороны горловинки сократить. Ну, вот я ненамного ее сокращаю, скажем, на 4 см я ее сокращаю. Всего-навсего. Вот такой оставляю наше плечико. Здесь у меня 4 см. Дальше. Значит, я хочу оставить вырез горловины 25 см. Значит, длина вот этого отрезка у меня должна быть не 32, а 25 см. Как я этого добиваюсь? Смотрите как. 25 см. Беру циркуль. Делаю радиус равный 25 см. Ножку циркуля ставим вот сюда. И делаем засечку на нашем отрезке. Понятно, что здесь этот вырез остаться не может. Затем из этой точки восстанавливаем перпендикулярно вверх. Для того, чтобы найти место для наших 25 см. Вот здесь 25 см. Вот это расстояние 25 см. И нам его надо оставить. Поэтому мы восстанавливаем перпендикуляр. Очевидно, что этот отрезочек 25 см будет жить где-то выше. Либо здесь, либо здесь, либо здесь. Где, мы не знаем. А что поможет нам узнать, где он будет выше? Сегодня наша задача оставить какую-то часть выточки. Сохранить ее. Не всю выточку перевести в качели. А сохранить остаточную выточку. Вот здесь я ее показываю. Посмотрите как. Значит, одна сторона выточки у нас уже сформирована. После того, как мы выбрали вырез горловины на основе лодочки. Но мы знаем, что стороны выточки у нас всегда одинаковые. Поэтому мы можем измерить длину этой стороны. Вот так вот я измеряю циркулем. И где мне надо этот радиус отложить? Конечно, вот на этом перпендикуляре. Засечку делаем. Дугу проводим этим радиусом по построенному ранее перпендикулярчику. И у нас получилась вот эта точка. Значит, вторая сторона выточки будет выглядеть вот так. Вот это наша выточка. Вот она здесь нарисована. И наша выкройка. А как будет вырез горловины выглядеть? Конечно, вот так. Потому что это должен быть перпендикуляр. Математика, шестой класс. Всё. Ничего особенного. Вот таким образом будут поступать наши девушки с пышной грудью. С перегибистой осанкой. Даже если у вас не очень большая грудь. Но у вас просто очень перегибистая осанка. И ваш баланс, напоминаю, это разница между мерками ДТП и ДТС больше, чем 4 сантиметра. И вы хотите вырез только 25 сантиметров, или 23, или 26, а у вас получается много больше, то вы будете пользоваться вот таким вот приёмом. Это первая наша задача. А вторая наша задача сделать всё то же самое, но ещё и сохранить стойку сзади. Как строится стойка сзади, мы уже с вами разбирали. Это может быть цельнокраёная стоечка со стороны спинки, или приточная стоечка со стороны спинки. Давайте подготовим вторую часть. Вторая часть нашего задания будет та же самая качели с остаточной выточкой, только уже со стойкой сзади. Качели, плюс остаточная выточка, и плюс стойка. Если стойка, то, как правило, ширину горловинки мы не увеличиваем. Иначе это стойка, но будет похоже уже, это будет уже не стойка, это будет уже хомутик. Но хотя вы имеете полное право делать именно так, как вам хочется. Но я разберу пример, когда эта стоечка, у нас всё-таки со стороны спинки, она прилегает к шее. Вот такая будет у нас стойка. Вот такая стойка. Вот отсюда пойдёт у нас вырез. И вот здесь у нас останется остаточная выточка. У основания шеи у нас получится ещё остаточная выточка. Нарисуем это всё ярко. Вот такие качели. И вот здесь остаточная выточка у основания шеи. Ну, и если это стойка, пусть она будет у нас цельнокраёная, стойка на этот раз, вы знаете, что большого значения это не имеет. Можно сделать так, можно сделать так. И посмотрим, что же у нас на этот раз получится. Опять мы берём большой размер, это примерно 50 размер, 58 размер, 56 это ещё и не очень большой размер. Опять искусственно делаем ей баланс большой, то есть увеличиваем нашу выточку. Так, увеличиваем, вот так вот увеличиваем выточку. То есть часть выточки, чтобы опустить точку В1, мы переводим в пройму. Вот это наши исходные данные. Теперь сзади у нас будет стойка. Так, стойка. Вот это у нас плечо. Вот сюда должна открыться какая-то остаточная выточка. Ну, и, как вы помните, 3 сантиметра туда, 3 сюда. И вот так вот мы делали нашу стойку. Пока вот так нарисуем, посмотрим, где у нас вот этот вот отрезочек, где он у нас останется. Итак, снова задача у меня. Я хочу, чтобы здесь у меня было опять 25 сантиметров. Опять 25 сантиметров. Не знаю, как к этому подступиться. Давайте будем пробовать. Значит, вот так нам надо. Затем длина выточки, так как у нас остается, два радиуса нам надо найти. Так как у нас остается вот здесь вот остаточная выточка, то есть само плечико будет идти, видимо, как-то вот так. Вот так будет плечико у нас оставаться. Так, да. Теперь 25 сантиметров мне нужно отложить. 25 сантиметров можно произвольно откладывать. Вот здесь 25 сантиметров я отложила 25. Из этой точки я восстанавливаю перпендикулярно вверх, чтобы вот здесь получались все точки 25 сантиметров. Так, и стороны выточки у меня одинаковые. Значит, я должна измерить одну сторону выточки и сделать засечку на этом перпендикуляре. Хорошо. И у меня получилось 25. 25 это длина горловинки. Вот они мои 25. Правильно. И одинаковые стороны выточки. Стороны выточки мы уравняли. Выточка готова. Она сошьется. Она сошьется. И значит, я должна вот здесь еще добавить стойку свою. Как мы ее добавим? А давайте вот эту точку тоже перенесем вот как-то сюда. Цельнокраеные стойки, они всегда немножко будут. И видите, иметь какую-то подработку, а может быть и нет. По-разному получаются. И видите, вот это идет как бы вот такое продолжение нашей выточки. Давайте здесь такое же продолжение нарисуем. То есть вот так вот. Вот так вот у нас получилось, да? Может быть мы немножко еще сделаем вот такой наклон. Да, скорее всего, что нужно делать вот такой наклон. И если у нас стойка, то вот этот, вот эта величина тоже добавляется на величину стойки 3 сантиметра. И выкройка у нас будет выглядеть в готовом виде вот такая. Значит, это стойка цельнокраеная. С полочкой. И цельнокраеная со спинкой. Спинку я рисовать не буду. Вы посмотрите, посмотрите предыдущее наше видео. И там очень хорошо изображена и даже в ткани показана вся вот эта вот история. Вот таким образом у нас будут выглядеть качели с остаточной выточкой и со стойкой сзади. Ну, если вам нужен вариант отрезной стойки сзади, я думаю, вы тоже потихонечку с этим разберетесь. Работайте с макетами, пробуйте, экспериментируйте и получайте в конце концов тот результат, который вам нужен. Повторяю еще раз, мы сегодня разобрали историю на очень большой баланс. Это может быть как крупная фигура, так и просто очень перегибистая обычная фигурка. Когда у нас увеличивается раствор нагрудной выточки, но при этом мы хотим сохранить определенные расстояния, чтобы оно не было очень-очень большим. Тогда вот сама собой просится и появляется вот эта самая остаточная выточка, которую вы здесь видите. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч!